Приветствую вас всех, с вами дядя Митя, и я сейчас хочу рассказать про владение электросамокатом. Не забывайте, на самом деле, это самое главное, то что надо не забывать одевать защиту. Самое главное, что у нас есть, это голова. И голову надо беречь, для этого одевайте всегда шлем, когда вы езжаете на прогулки. У меня есть даже видео, где я упал с него, так что смотрите. Скорость маленькая. Ай, блядь. Вот это я обожаю. А, помыть его. Так что не повторяйте моих экспериментов и не ездите по песку. По песку, конечно, нереально на нем ехать, потому что колесо, оно узкое, оно начинает зарываться, и сразу тебя переворачивает. Так как скорость была небольшая, я все-таки взял и упал как бы нормально все. И я решил на самокате на своем доехать до дачи. И знаете, что меня не порадовало? Мне не порадовало это водители. Водители это кошмар какой-то вообще, блин. А один раз, то что я ехал, блин, мне взяли зачем-то, посигналили. Я так и не понял, для чего это сделали. Да иди нахуй, что ты сигналишь-то. Что изменилось-то? Куда-то я что-то должен деться. Я не знаю, испариться или прибавить газу. Для чего сигналите водители, скажите мне? Для чего? Я и так еду, я всего боюсь. А если я еще могу упасть с него, вы можете проехаться по мне. И для чего это нужно сигналить, я не понимаю. Так вот, продолжим дальше. А еще было самое страшное в поездке на дачу, когда я ехал. Это поехавшая машина на обгон. Это было очень-очень страшно на самом деле. Блин, я даже это очканул. То, что, блин, на меня несется, блин, машина. И, как бы, я знаю то, что я все-таки по обочине еду. И это было очень-очень страшно. Вот этого я что боялся. Так что, ну, нафиг. Выезжать куда-то за город на электросамокате никому не советую. Лучше по городу ездить, под татуаром. И не париться вообще, куда едешь. И для чего. Ну, самое главное, то, что я сделал, это я доехал все-таки на дачу. Теперь я нахожусь здесь, загорает. А, хочу немножко поотвечать еще на вопросы, которые меня многие-многие люди спрашивают. Пишут мне ВКонтакте. Как бы, доволен ли я самокатом или нет. Я очень доволен. И если был бы выбор, стоял бы так, то, что купить велосипед или электросамокат, я бы все-таки купил бы самокат. Потому что на нем не нужно ни потеть, ты едешь, просто газ давишь, да, как бы и тормоз. Все нормально, все хорошо. Единственное, что меня не устраивает в этом электросамокате, это тормоза. Тормоза очень такие вялые, как бы, да. Когда тормозишь, ты должен предвидеть все заранее. И, как бы, если сзади все равно тормозишь, все равно, как бы, это не хватает. Хотелось бы все-таки поставить еще тормоза такие ручные, барабанные, чтобы сразу нажал, и он сразу затормозил. Но это, может, в дальнейшем я переделаю немножко, все сделаю. И также еще многие люди спрашивают у меня насчет переделки электросамоката, чтобы поставить два аккумулятора, как у меня стоит. На самом деле, эта идея очень хорошая. Я, на самом деле, уже понял то, что это очень хорошо. Сразу включаю два аккумулятора, да, и получается 16 Ач у меня, да, где-то так. И когда ты газ давишь, у тебя не просаживается зарядка. И в итоге ты едешь где-то на максималке все время 30 км в час, 30, 32 км в час. В горочку 25. Уже знаешь, знаешь, как будто медленно ты едешь, так, 25 км в час, думаешь, блин, ужасно медленно. Но когда едешь 30 и 32, то вполне, на самом деле, достойно себя ведет. Два аккумулятора я всем советую ставить. Но, на самом деле, если ты пользуешься электросамокатом, как я, вот, например, на дачу съездить, да, от меня до дачи ехать 30 км. Блин, ну это очень долго. Я вот ехал один раз, да, вот полностью путь, то, что я встал от дома до сюда. В итоге 30 км я ехал где-то на полтора часа, плюс я еще остановился в магазин, купил себе поесть. Как бы полтора часа у меня заняло езды. На машине, конечно, все это быстрее в течение часа. Я где-то все-таки доезжаю дома до дачи. Но я полностью доволен им. Как бы затраченных денег, то, что он стоит 20 тысяч рублей, мне кажется, он своих денег стоит и окупается вполне нормально. То, что его не надо ни бензином заправлять, а электричество, как бы, тут никто не считает. Ты сел, поехал, как бы, без проблем вообще. Вот так вот. Что еще хочу рассказать? Кто все-таки задумался о покупке, я советую. Я бы, вот, на самом деле, уже бы решил то, что надо все-таки покупать. Как бы классная вещь. Но, опять же, это не машина, которую, да, вы можете заменить. Но, вполне достойно. Если у вас есть машина, то вы можете купить себе и электросамокат, как в довесок. Вы также можете приезжать в любые парки кататься. Вот что я делал. В Валых Парусах катался у нас тут парк, да. В парке Динамо катался. И где еще катался? Да все, в общем-то. Ну, все люди очень удивленно так смотрят, когда ты едешь на самокате. Все удивляются. А тем более, я, как бы, мальчик не маленький. Во мне рост метр девяносто, да, примерно метр восемьдесят пять, если быть точнее. И, как бы, все люди смотрят со стороны. То, что вообще ужас, конечно. У нас это все-таки не принято в Воронеже, как бы. То, что ты едешь на электросамокате. И удивленных людей я очень много встречаю. Многие говорят, о, я тоже себе такой хочу. Но, опять же, навряд ли кто себе кубик, кто так говорит. Вот такая вот вещь. А так, конечно, техника классная. Блин. И еще хочу сказать, что не ездите по пескам. Не ездите. Ездите по асфальту, по идеальному ровному. Я вот ездю по плиткам, конечно, да, есть. А, так. Еще у меня спрашивают очень много людей, как бы, да, то, что шумный ли электросамокат или нет. Я вам скажу так, то, что когда ты едешь по ровной идеальной поверхности, ты его вообще практически не слышишь. Слышишь только немножко такое завывание, как бы, и то слишком-слишком такое отдаленное, как бы. И когда ты едешь по кочкам, да, есть моменты, почему-то что-то в нем трясется. Я никак не могу понять, что в нем трясется. Где-то идет с заднего колеса звук, да, когда ты едешь, ту-ту-ту-ту, громко очень. Ну, это вполне так естественно, как бы, мне это не мешает ехать. И, я думаю, на скорость это никак не влияет, если так. Ну, и то, что я хотел рассказать, я рассказал. Если будут вопросы, задавайте мне, не забывайте на меня подписываться. И меня зовут дядя Митя, всем удачи и пока.